Парадокс Дракулы Дракула действительно является родоначальником этого Есть безусловно его соперник Хельсинг Но все-таки Дракула, мне кажется, больше подходит под хэллоуинскую тематику Что касается парадокса, то его мы обсудим в самом бою Сейчас кратенько посмотрим на технические характеристики Выскажу свое мнение по поводу всего этого Ну и обязательно ринемся с вами в первую попавшуюся катку В отношении орудия здесь действительно все очень бодро 6,5 секунд перезарядка Есть 155 мм пробития для 7 уровня Это больше чем достаточно, я бы даже сказал с лихвой Что касается среднего урона, то 225 единиц Вроде бы и немного, но с таким временем перезарядки Суммарный ДПМ выше, чем у многих восьмерок 2110 единиц Время сведения и разброс очень комфортно И в бою мы с вами это все заценим Есть обалденный угол склонения орудия вниз, минус 10 Но стоит отметить, что это исключительно для того, чтобы комфортно было высачить где-нибудь по холмам да по горам Потому что брони здесь нет, отыгрывать от башни вообще не получится И будем говорить откровенно, когда вы снимаете вот эти вот защитные экраны Которые частично помогают где-то как-то от фугасов То вы видите перед собой далеко не средний танк Согласитесь, по силуэту брони это типичный легкий танк Поэтому я бы сказал, что у Дракулы от среднего танка только название и размеры Все остальное здесь от легкого танка Что хочется сказать в сравнении с другими машинами Как вы видите ДПМ далеко не самый выдающийся Хотя в целом очень даже интересный Я вообще удивлен, что у данной машины такого уровня ДПМ Когда он появился, я думал, что ДПМ будет в районе 2500 Но все-таки разработчики пожалели других игроков, которые Дракулой не обладают И решили все-таки немножечко товарища приземлить Подрезать, так сказать, крылья В чем действительно машина выдающаяся Так это в скорости передвижения по карте Почему я говорил, что это реально легкий танк Он даст фору любому легкому танку Потому что 65 вперед это просто чума Как вы видите в сравнительной таблице нет ни одного танка на 7 уровне С такой подвижностью, ну даже рядом находящегося нет Именно в этом фишка Дракулы В том, чтобы летать по карте, размахивая черными крыльями Что касается процента побед Обратите внимание, машина пользуется популярностью И при этом имеет целых 58,7% по победам И в этом парадокс Дракулы К этому, как я говорил, вернемся чуть позже Если сравнивать с другими ребятами на уровне То нет ни одной машины, которая хоть как-то приближается В отношении результативности по количеству побед На количество игроков Поэтому здесь Дракуле действительно равных нет Так в чем парадокс Дракулы? Парадокс Дракулы в том, что им необходимо уметь управлять Ну что, друзья, поехали в катку А там дальше все будем обсуждать Ну что, друзья, поехали И будем говорить откровенно Мне очень тяжело снимать Не то чтобы обзор, не то чтобы тест Мне вообще тяжело снимать про Дракулы И сейчас я объясню почему Каждый раз, как я беру Дракулу в руки Я вспоминаю историю про одного американца Который в автосалоне купил себе автомобиль Феррари Он выехал из автосалона И уже буквально через 7, максимум 10 минут В автосалоне узнали, что новоиспеченный владелец Разбил красного красавца Когда его спросили, как это произошло Он сказал, я сам не могу понять, что случилось Я выехал из автосалона, повернул направо И уже был в глухой стене Именно неумение пользоваться великолепным транспортным средством Привело к тому, что человек эту машину разбил Я не умею настолько хорошо пользоваться Дракулой Для того, чтобы показывать его во всей красе Это правда Я не стесняюсь этого Я не настолько подкованный игрок Я не кипр-спортсмен Я не статист И многие машины мне даются очень легко Но Дракула действительно требует от вас умения играть Умение играть осторожно Умение играть на больших скоростях Умение понимать, куда вам сейчас лучше перекатиться С какой стороны лучше подъехать к вашим соперникам Имеет смысл сейчас сваливать или объезжать и так далее Именно из-за этого в свое время Дракула перестал настолько круто играться Как игрался изначально Когда эта машина появилась в игре Она давала джазу реально всему рандому И когда ты заходил в бой и видел против себя взвод Дракул Ты понимал, что тебе сейчас будет крайне неприятно И особого удовольствия от боя ты не получишь Потому что этот взвод разрывал как минимум пятерых соперников Я бы сказал абсолютно налегке Великолепная динамика, точное орудие Довольно-таки скорострельная пушка Которая позволяет уносить в ангар Все новых соперников Все это про Дракулу Но повторюсь, это все только в случае Если Дракула находится в тех руках Которые действительно умеют Этой машиной пользоваться В тех руках, которые действительно смогут ее реализовать Напишите в комментариях Считаете ли вы, что ваши руки Могут, могут совладать с данной машиной И если данного танка у вас нет Оставляйте под своим комментарием Если вы играете на Евросервере Обязательно свой игровой никнейм Тогда я смогу зачислить вам Дракулу на аккаунт Как это будет происходить? Очень просто Вы должны быть подписаны на мой канал Ваши подписки должны быть открыты Комментарий, который вы оставите Должен включать в себя не менее 7 слов С учетом вашего игрового никнейма На прямой трансляции Которая состоится в ближайшее время Мы разыграем среди тех Кто оставляли комментарий Одного из вот таких вот черных красавцев Ну и соответственно Зачислим ему это дело все на аккаунт Досматриваем результаты боя Ну и будем подбивать итоги Итак, друзья Друзья, победой в моем случае С учетом того, что я не являюсь Супер подкованным танкистом Я смог набить всего лишь Грубо говоря Тысячу единиц урона Сделал ли я что-то полезное для боя? Мне кажется, что да Но все-таки далеко не настолько круто Как данная машина действительно может И это и есть парадокс Дракулы Дело в том, что когда машина появилась Ее было мало И соответственно Она попала в руки тем игрокам Которые на все 100 смогли Ее реализовать и реализовывали Потом, когда машина стала более популярной И понятное дело, что все ее хотели Видя, насколько круто она отыгрывает в боях Многие себе эту машину захотели И мне кажется, что последним гвоздем В гробу Дракулы Стал аукцион На котором данную машину Раскупили все желающие И вот когда эта машина стала Прям дико популярной Тогда, когда данная машина Попала в руки Абсолютно ко всем Бесперебором Тогда Дракула стал Гораздо тускней Ну что, давайте попробуем Еще раз заехать И там дообсуждаем Так вот, друзья Продолжая тему нашего с вами разговора Я бы от себя Хотел сказать следующее Мне кажется, что Дракула потускнел Именно из-за того, что Огромное количество игроков Обзабились с данной машиной Но по факту Пользоваться ею Абсолютно не умеют Я, по крайней мере Это признаю Многие этого признать не могут И считают, что они супертанкисты И что машина не дает годных результатов Не потому, что у них Не совсем Есть готовность и понимание К использованию данной машины Нежели просто грешат на самого Дракула Я считаю, что Дракула Это имба в нашей игре Реально имба Он действительно много может Он действительно качественно отыгрывается Но только тогда, когда вы умеете Правильно им пользоваться Поэтому не перекладывайте вину С себя на Дракулы Если вы им обладаете И просто признайте Признайте, что вы Еще не тот танкист Который действительно По достоинству Может оценить данную машину Просто потому, что Не имеет для этого Нужного количества Опыта игрового Но в целом, ребят Повторюсь еще раз Это действительно имбовая имба И в случае, если вы умеете Играть на легких танках В случае, если вы умеете Пользоваться картонными машинами Если вы умеете пользоваться Просто вешенной подвижностью Танка И умеете Занимать правильные позиции Если вы умеете Вовремя принимать решения В отношении того, чтобы Сейчас отвалить И как-то Куда-то отъехать То тогда Вам Дракула Будет приносить Исключительно Позитивные эмоции Мне лично Приносит Но не настолько часто Как мне бы хотелось Мне бы хотелось, чтобы Все-таки игралось На данной машине Попроще Ну а для этого Ну мне кажется Он должен быть Немножечко Все-таки Живучий Так, друзья Давайте Попытаемся Как-то немножко Пореализовываться Но тут как не крутись Все равно Если в меня что-то Отправляется То, к сожалению Это уже Наверняк Лучшие герои Всегда идут в обход Мне кажется Что необходимо Сваливать Сейчас подъеду К нашим товарищам На фланге ТТ Поиграю Немножечко С кормы Устрою Такой себе Мини-сюрприз И да, друзья Дракула на это Способен Это такой товарищ Который Высасывает Кровь из соперников Заезжая Где-нибудь С тыла Или С бортов И Неожиданно Начинает Там Куролесить Накидывая урона Ну и соответственно Внося смуту В ряды соперников Таким образом Жаль, конечно Что сейчас прошло Без урона Мог отправить Еще одного товарища Отдыхать Но в целом Мне кажется Что свою задачу Я выполнил По крайней мере В данной игровой ситуации Ну и опять-таки Наверное Все-таки Это не Дракула Не настолько Крут А я Не настолько Умел Хотя Мне кажется Что С любой машиной В нашей игре Можно совладать И любая машина Может приносить Удовольствие Так Убегаем 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 Если сейчас успеют Он меня не доберет Нет Не успел Надо было мне Стартовать Гораздо раньше Ну как вы видите Пробивают Пробивают везде И я изначально Рассказывал о том Что данная машина Живучестью Не отличается абсолютно Поэтому необходимо быть Ну крайне Крайне Подкованным игроком Для того чтобы Совладать С его Безумной Картонностью Досматриваем бой Смотрим результаты Ну что ж друзья В этом бою Получилось сделать Немножечко больше 2700 единиц урона Два уничтоженных Соперника И это один из тех боев Которые действительно Нравятся Которые действительно Доставляют удовольствие Это не удивительно Потому что когда ты Практически полностью Реализовал себя В какой-то машине Или нет Не так Практически полностью Реализовал Какую-то машину И таким образом Практически полностью Реализовал себя Как танкиста Это действительно Приносит Максимум удовлетворения Без учета Прем-аккаунта Было бы 28000 Да Частично потратился На голду Но особо считать Не будем Потому что Не сильно завесило Ну и с Прем-аккаунтом 52000 Короче говоря На данной машине Еще и неплохо Фармить можно Что касается Нашей результативности По команде То в данном бою Мы не пасем задних А занимаем Первое лидирующее место И мне кажется Что это заслужено Я никого Ни в коем случае Не учу играть И в отношении Дракулы Уж тем более Не могу давать Каких-то советов Каким образом Реализовать данную машину На все сто Потому что сам Не знаю ответа На данный вопрос Если вы его знаете Обязательно пишите В комментарии А если Дракулы У вас нет Но вы являетесь Подписчиком моего канала И подписки у вас открыты То обязательно Оставляйте свой игровой никнейм На Евросервер Для того чтобы Поучаствовать в розыгрыше На данную машину Вы не подписаны Не проблема Подписывайтесь прямо сейчас И жмите на колокольчик Для того чтобы Ничего не пропустить В ближайшее время Будет прямая трансляция Где мы выберем победителя Я побежал снимать Специально для вас Ну а вам друзья мои Мира И обязательно Спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok